Здравствуйте, друзья! С вами Богаченко и Евгений, и это проект KeyFormate. В этом уроке мы разберем принципы маневрирования FRC. FRC расшифровывается как Fast Rescue Craft. Еще можно встретить такую аббревиатуру как FRB. Fast Rescue Boat. Принципиального различия между ними нет. Перед спуском FRC вы должны проверить ее готовность. Что у вас все оборудование на борту, что вы можете ее завести. Ну и конечно же механик должен дать вам подтверждение по своему заведованию. Человек, который маневрирует FRC, называется как Свейн или Драйвер. Во время маневрирования все, что интересует драйвера, это руль и два рычага, которые находятся справа от меня. В данной модели FRC левая ручка отвечает за обороты, то есть RPM, а правая за направление джета. Когда ручка направлена вперед, значит FRC будет двигаться вперед. Переведением ручки в противоположную сторону, то есть назад, джет будет разворачиваться так, что FRC будет двигаться назад. Так, рекомендуется переводить джет, когда у вас пониженные обороты, примерно между 1000 и 2000. Если нет течения и хорошая погода, я примерно маневрирую на индикации 12-14. Вы видите индикацию на экране и чтобы получить количество оборотов, надо просто умножить на 100. Если есть течение или такая необходимость в маневрировании на более высоких оборотов, это в принципе тоже можно сделать. Только, конечно же, это не рекомендуют делать механики, чтобы не создавать дополнительные нагрузки на механизм. Итак, мы сбрасываем обороты, чтобы маневрировать, так как просто управлять FRC на полном ходу не составляет особого труда. Более тонкая задача – это маневрирование на низких скоростях. И здесь есть один важный принцип, который нужно запомнить. Куда бы ни был направлен джет, нос FRC будет поворачиваться в тот борт, в какую сторону вы переложили руль. Вот сейчас мы делаем перекладку на левый борт. Немножко споймали свою волну. Идём вперёд. Развернулись немножко. Развернули джет назад. FRC идёт назад. Итак, делаем перекладку на левый борт и вперёд. Нос идёт влево. Разворачиваем джет назад. Делаем перекладку вправо. Нос идёт вправо, при этом FRC назад. Влево. Нос идёт влево, как вы видите. Обращаю внимание, не как в автомобиле. В автомобиле, если вы делаете перекладку руля в какую-то сторону, например, влево, то задница автомобиля пойдёт влево, а передняя часть автомобиля, конечно же, вправо. В FRC в этом плане наоборот. Это всё, что нужно запомнить. Сейчас мы сделаем ещё один кружок вокруг судна и будем совершать подход к судну с последующей целью взятия FRC обратно на борт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я захожу таким образом, для того, чтобы потом можно было спокойно подходить к судну и не было риска вспомнить волну, которую FRC же и создаёт. И чтобы, естественно, не начало моталять. Итак, сбрасываем левую ручку до нужных нам оборотов, чтобы нам было комфортно управлять FRC и тем не менее не создавать дополнительную инерцию. Подходим плавно, одерживаем заранее. Подойти нам нужно так, чтобы скоба от Дэвита оказалась над гаком, который находится на FRC. И притормаживаем. Тем самым прижали FRC и нейтральное положение. Ну вот и всё. Дальше уже технические моменты поднятия FRC на борт, которые мы рассматривали в одном из постов. Только что мы рассмотрели принципы маневрирования FRC. Продолжение следует...